...ниже тысячи международных единиц через две недели после проведения опыта. Следующий гимнический пример. Пациентка 25 лет. Осмотр проведен на седьмой день после медикаментозного опыта при сроке гребенности в 6-7 недель. Пациентка сообщила, что на четвертый день после приема медзапростона появились тянущие боли внизу живота и в области поясницы, повысилась температура до 37,5. За два месяца до процедуры работы она проходила противовоспалительное лечение, помогло тому, что в нее был выделен имитальный клавидиоз. Итак, какова тактика? Либо женщин необходимо госпитализировать в стационаре и в этих ситуациях поместить ей в этаж, либо вы выбираете тактику назначения антиметромных препаратов широкого спектра действия, которые нужно провести по подготовленным условиям. Пожалуйста, новостой мы выбираем из тех двух вариантов. С одной стороны, вроде как указанные моменты могут показаться поддевающим врачам парадоксайды, но тем не менее, на практике мы ясно видим, что те варианты, которые не всегда играются правильными, не будут присутствовать в нашей практической жизни. И свидетельство того, что ряд докторов все-таки считают, что нужно под нашим результатом показания также рецептализировать пациенту в стационаре. Как мы можем прокомментировать данный случай? Видите, понятно, что генетрицирование инфекционных осложнений при медикаментозном агурте бывает крайне-крайне немного. И результаты исследований показывают, что этот процент приближает 0,5%. В то время, как даже вакуумная асферация дает аналогичное воспалительное осложнение до 3-5% случаев. При проведении медикаментозного агурта отсутствует повреждение собирательного аппарата цифрикального канала, инструменты в полость матки не проникают, цитирует Виктор Есей Чаратинского, и, соответственно, риск развития воспалительных заболеваний при медикаментозном агурте снижается до минимума, но, тем не менее, полностью избежать его не может так, как в нашем клиническом деле. При появлении гипертермии боли внизу живота болезненности при пальпации матки и предатках, конечно, следует назначать антибактериальную терапию широкого цветка действия. И не забывать о том, что подготовку к прерыванию беременности нужно проводить с учетом стратегии снижения послеоборного инфекционного риска. То есть, та пациентка, которая за несколько месяцев получала противораспорительную терапию уже по поводу имеющейся воспалительных заболеваний, конечно, должна была получить либо предокурную подготовку, либо постоборную реабилитацию, что позволило бы снизить риск воспалительных заболеваний. Следующий клинический пример. Пациентке 29 лет, она осмотрена на 8 день после медикаментозного опорта при сроке беременности в 3-4 недели. Перед приемом медикрисплона по данным УЗИ плотное яйцо в полости матки и изгоризируется. Эндометрия гравитакты, желтое тело слева, тест на беременность положитель. После приема безобразного хищения в 3-м и были умеренные калинистые выделения, а на 7-е сутки появились тянущие боли в левой подвздошной области, суховичные выделения и складовых путей. Какие же варианты и какую тактику мы можем с вами набрать в зависимости от имеющихся вариантов? Руководствуясь клиническим протоколом медикаментозного прерывания беременности, выжидательная тактика до 10-14 дня и утро сутковой работой, либо проведение диагностических мероприятий для исключения пневмоночной беременности, то есть пневмоночной беременности. Просим вас проголосовать и выбрать один из вариантов, который вы считаете, а не оптимально. Как бы вы поступили в своей практической деятельности, руководствуясь критериями, которые необходимы для дополнительного включения диагностических мероприятий. Итак, конечно, большинство присутствующих, но тем не менее это не 100%, проголосовали за второй вариант. То есть, а вот, к сожалению, я не очень хорошо вижу, по-моему, там 11%, то есть все-таки 1,5%, да, то есть практически более чем каждые 10-е из присутствующих все-таки не стало исключать пневмоночную беременность, и я думаю, что в этой ситуации получили бы тяжелое осложнение, а не дай бог еще и потерять свою смертность. Поэтому мы прокомментируем с вами вот те 11,5%. Частота недиагностированной термической беременности перед проведением медикаментозного опыта, конечно же, является большой. И процент во всем результатах исследований не превышает 0,26%. Но тем не менее, нужно помнить, что медикаментозный медикаментозный опыта, которые не запростуют абсолютно не является эффективными, и на сегодня введение эти препараты, беременность, конечно, продолжает развиваться и создает риск тяжелого акушерского осложнения. Теперь мы перейдем с вами о выборе, поговорим о выборе методом проценции после медикаментозного опыта. С одной стороны, вроде легко и просто, да? Мы часто с вами говорим о том, что, да, необходимо консультировать пациентов, да, необходимо решить вопрос еще до проведения работы, в какой метод проценции мы выберем. Да, мы должны с вами учитывать мотивацию самой пациентки, на что она настроена и какой метод считаем наиболее приемлемым для себя. Но тем не менее, на основе определенных научных и практических исследований мы должны поделиться в наиболее оптимальных вариантах, которые будут способствовать не только контрацептивному воздействию, но и будут являться реабилитационной программой после медикаментозного опыта. Итак, клинический пример пациентки 19 лет, она обратилась к целью проведения медикаментозного опыта и сроки древности 5-6 дней, в дальнейшем, в случае, в качестве контрацепции использовать комбинированные оральные контрацептивы. Каковы же будут наша тактика и наши рекомендации? Первое. Начать использовать комбинированные оральные контрацептивы в день приема простоглотина или на следующий день. Второй вариант ответа. Искраница держащие гормональные контрацептивы, рекомендованные в первый день следующего дня ментуального цикла после медикаментозного опыта. Пожалуйста, мы просим вас выбрать один вариант из представленных. И в зависимости от обычных результатов, сейчас постараемся прокомментировать наиболее оптимальные варианты контрацептивы. Я думаю, перегравить наиболее сложная задача, да? Просто мы... Мы с вами на абсолютно идентичные проценты, которые кто-то назначил бы в первый день, а кто-то является предъемником того, что нужно дождаться месяц и не учитывая то, что на десятый день после медикаментозного опыта возможно уже регуляция, да? Поэтому прокомментируем. Применение оральных контрацептивов следует начинать, конечно, в день приема месяц от ростова, когда обычно происходит изгнание плотного яйца из полости матки. Применение оральных контрацептивов сразу после медикаментозного опыта было изгнучено в двух родных визированных плацетоконтролируемых исследований. И различных по частоте полного опыта осложнений и длительности кровотечений отлично не было. Поэтому предлагаю 50% принять правильную тактику назначения комбинированных оральных контрацептивов. Это то, что касается ледняно значений, но это не единственный вопрос, который встает перед нами, когда мы говорим о назначении комбинированных препаратов. Поэтому перейдем к следующему решению вопроса. Пациентка обратилась в клинику с целью проведения медикаментозного опыта. При консультировании о методеконтрацепции после медикаментозного опыта пациентка мотивирована использовать поезд, так как ранее принимала этот препарат. Каковы будут ваши рекомендации в данном случае? Первое. При проведении травянистых определений в день приема из-за простого принять первую таблетку того препарата, на который моделирована сама пациентка. В качестве поставодной контрацепции все-таки рекомендовать использовать контрацептив содержащих лиц в микрограмме тимила страдиола. И в качестве поставодной контрацепции предпочтительно использовать новоклассные контрацептивы. Посмотрим, как наша присутствующая аудитория отреагирует на три поставленных вопроса. Я думаю, что здесь у нас мнение должно быть единым. Ну, жизнь покажет, да? Вмении единый момент. То есть, почти 40% считает, что если пациентка принимала поезд, то пусть его и продолжает прием. Значит, ну, большая часть будет рекомендовать назначение препарата, содержащего 30 микрограмм тимила страдиола. Комплекс мероприятий, прокомментируем. Комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию гормонального отхода, является, конечно, обязательным отходом в послеобортном периоде. При использовании лоб, содержащих 30 микрограмм тимила страдиола, осуществляется лучший контроль цепла, лечебные эффекты более выражены. И позвольте привести результаты исследований, которые четко показывают, что оцикличенные кровенистые выделения в течение 1-2 месяца после приема и лебедности на фоне приема того или иного вида, как проценте, значительно разнятся. И мы видим, что самый низкий процент будет при использовании именно в литинилке страдиола в дозе 30 микрограмм. Следующий пример. Пациента 37 лет, который имеет двух детей при обращении, ее маточная беременность 4,5 и 9, планирует ее прервать посредством медикаментозного оборота. В дальнейшем хочет использовать в качестве контрацепции внутриматочной контрацепции. Каковы будут Ваши рекомендации относительно назначения контрацептива и госрока? Введение контрацептива возможно в первый день кровенистых выделений после приема простагландина, или Вы выберите второй вариант, когда введение лучше от срочи. И я Вам люблю следующее менструального цикла после проведения оборота. Просим проголосовать. Дальнейшие рассуждения и комментарии позволят нам с Вами определиться, все-таки когда предпочтить пациенту и какой метод реабилитации назначить или не назначить. Итак, треть присутствующего в зале считает, что можно внутриматочный контрацептив ввести практически сразу при проведении оборота. Но большая часть все-таки привешивается того, что вводит через месяц. Применение внутриматочных контрацептивов, имплантационных контрацептивов и контрацептивов, которые содержат только прогестогены, часто может сопровождаться аминоры и нерегулярными кровенестными выделениями. Определить, прерыванная беременность в данном случае или нет, бывает довольно сложно. Поэтому, конечно, есть необходимость выбрать второй вариант нашего голосования, которое будет свидетельствовать тому, что внутриматочный контрацептив улучшение стекла через 30 дней после проведенного медикаментозного оборота. Неразвивающаяся беременность. В данном случае пока еще больше вопросов, чем ответов. По той причине, что доказательных каких-либо исследований, которые подтверждали, что при неразвивающейся беременности предпочтение должно быть отданным медикаментозному обороту, хотя такие исследования уже достаточное количество, и да, действительно это себя оправдывает. Но с одной стороны мы исключаем вхождение в полость ангиопациентки, с другой стороны потеряем возможность забора кистологического исследования, если проводим медикаментозный оборота. Поэтому вот здесь пока единого мнения ни у практикующих врачей, ни у ученых, в настоящий момент не существует. Кроме того, большой вопрос назначения котроцептивов и особенно комбинированных аэральных котроцептивов, которые, как мы говорили, должны содержать 30 микрограмм антинил и стресс-бола именно у пациентов с неразвивающейся беременностью, потому что это высокая группа риска по тромбофимическим осложнениям, так как при неразвивающейся беременности крови эндометрида возможны и изменения, связанные с тромбофимическими проблемами. К такой же целевой группе мы можем отнести и пациентам именно с привычным неразвиванием, те, которые потребуют дополнительного обследования перед назначением комбинированных аэральных котроцептивов. Такой же регламентуемый объем обследования вот у этой высокая группа риска, этих женщин немного, но особенно в группе с неразвивающейся беременностью они составляют от 10 до 15%. Поэтому таким пациентам необходимо проводить обследование на тромбофимные ТНК-болиморфизмы перед назначением германальной котроцепции, исследование системы гемостаза, но он должен быть чистый, то есть пациентки не должны за полтора-два месяца получать гормональные препараты и должен быть определен андрогенный профиль и пронактин. Для чего? То есть для интерпретации тех показателей, на основании которых мы чего-то сможем с вами сказать? Войдет ли в группу по критериям ГОСТ данная пациентка в группу, которой противопоказано назначение германальной контрацепции? Еще раз подчеркиваю, эта группа невелика. И эти пациенты не являются женщинами с заболеваниями тромбофимные. Они являются носителями, а вот реализуется факт осложнений или нет, мы четко сказать не можем. Но профилактировать реализацию тромбофимных осложнений, конечно, в настоящее время возможно. И поэтому, в зависимости от того, если есть носительство тромбофимных ТНК-болиморфизма, и в основном это факт облейтен или ПА-1, или АС-3, то тогда только имеются абсолютные противопоказания для приема комбинированных ранних контрацептивов и послевединаментозного работа, в том числе. Ну а если это имеется вновь осегодное отношение, то есть относительно тромбофимных мутаций, то мы тогда смотрим, есть ли признаки гиберандрофинии или таковых нет, и в зависимости от этого, зная подходы к назначению гормональной контрацепции, мы с вами абсолютно свободно назначим тот препарат, которым будет необходим данной пациентке. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Я вообще потрясаю, что у меня интерактивные лекции, и пусть никого не исключают различные ответы. За прошлым годом в мае в Сан-Франциско в Бангельске это все прошлые деньги не получили в Соединенных Штатах, кроме Львов. И все закончили 4-3 годы, так сказать, и там, кто моделировал, были такие же терапии в Венеции, это самое главное, что есть, то расхождение были скандартизованных в России по национальным стандартам, то есть, а также достигаемых 10%. Это знание, что люди думают. А то, что большинство выбирают единодушные ответы, это довольно-таки, что уже не происходит анализации, просто студент подогнать нашим знаниям, нашим образом. Вот сейчас я пойду услышать комментарии из-за семинара, и первое слово я хочу предоставить доктору Львовсомских труб Татьяне Николаевне-Бельне, которая первого выполнена доктором, который получил результаты нематерины. По прерыванию беременности китового деместра, я всегда рассказал, что когда первый раз вы получили эффект у женщин с другом, сами на марте в 16 дней, сами решили беременность, и мы не стали так поступить, потому что они не были такие, а не было, но они вечером утром под облезнением этих историй, а потом не запросто обождует без искаживания, а в третий день произошел выгибыш, и потом искали на эти три, и даже тем, 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 тем.